Здравствуйте, меня зовут Георгий, я пришел на правила съема, чтобы меня кадрили девушки и поесть им халяву, каждый это любит. Представляем вам нашего героя, который может сегодня стать богаче во всех отношениях. Это Георгий Кучерявый, привет! Привет, Кучерявый! Подожди, это чего такое, фамилия или кличка? Нет, фамилия. Классно! Фотография Георгия на сайте ngfm.ru собрала на сегодняшний день наибольшее количество лайков от наших слушательниц, поэтому сегодня мы пригласили его в эфир, чтобы у каждой из его поклонниц был шанс познакомиться с ним лично по телефону. Я учусь в спортивном институте, последний курс. Оно и видно. Начинающий массажист. Ух ты! Нифига, с этого надо было начинать. Ну да, с этого можно продолжать. Я должна представить вам нашего, одного из зрителей, Макс Канапин, победитель шоу «Револьвер», обладатель одного миллиона рублей. Поприветствую! Привет! Привет, Макс! Да, а как кто ты? Я женат. Это подстава. Тем не менее, не все знают, что ты женат. Писали? Какой-нибудь совет есть? Было. Было, да? Пытались познакомиться с тобой. Совет, наверное, быть естественным. Ну а как ты считаешь, деньги важны вообще для того, чтобы девушку снять? Вот наличие, количество у тебя денег? Я считаю, что деньги навряд ли, а вот положение, да. А, социальный статус. Да. Прямо сейчас нам звонит Светлана, ей 22 года, это руководитель оптовой продуктовой фирмы. Так, Света, привет. Алло, привет. Привет, Света, снимай. Привет, Джорджка. Меня зовут Светлана. Я только что закончила экономический. У меня вопрос. Вот если ты застукала своего парня со своей подругой, что ты будешь делать? А, я ему этого не прощу. Или присоединюсь. Ирина, ей 20 лет, она из Москвы, менеджер по продажам людей. Ирина, доброе утро. Доброе утро. Как дела? Все нормально? Да, вроде все нормально. Ну, поехали. Снимай. В неловких ситуациях вы выкручиваетесь? Да, естественно. Все выкручиваются. А так я добрый и отзывчивый. Вообще, это прям по мне. Как я люблю. Нам звонит Влада, ей 18 лет, она из Ульяновска, студентка, будущий филолог. Вау, Влада, привет. Снимай. Привет, Георгий. Меня зовут Влада, и мне 18 лет. И я та самая девушка, которой ты ищешь. Я очень бы хотела с тобой познакомиться поближе, чтобы вместе переехать на тропические острова, и чтобы ты мне там делал массаж. Вау. Звонок от Анастасии, ей 19 лет, студентка торгового университета и будущий маркетолог. Настя, привет. Привет, привет. Снимай. Я пою, и это просто катастрофа на самом деле. Но зато как танцую, хип-хоп и рн-б могу. А если на первом свидании мы окажемся с тобой в интимной обстановке, ты станцуешь мне стриптиз? Ну, я думаю, что на первом нет. На втором нет. Слили. И это у нас на связи Сирана, стюардесса. Как? Сстюардесса. Красиво. Сирана. Вау, Сирана. Красивое имя. Внимание, снимай. Алло. Георгий, привет. Меня зовут Сирана, я стюардесса. Ты знаешь, когда я видела эту фотографию, я подумала, что это действительно моя судьба. Не знаю, бывает у меня такое предчувствие. Я очень люблю путешествовать. Очень романтичная девушка. У меня очень богатая фантазия. И поэтому, когда я представила, как ты будешь делать мне массаж, я прям буквально поняла, что мы созданы друг для друга. И ты знаешь, крайний рейс у меня как раз был на Мальдивы. Поэтому, если что, я могу моментально взять тебя с собой, и мы можем улететь, куда ты хочешь. Удобненько. Подкупает. Выбирай. Минута пошла. Расскажи нам о всех, и потом озвучь свой выбор. Я очень сомневаюсь. Говори в микрофон. Ага, в микрофон. Он волнуется, конечно. Да, я волнуюсь, потому что мне понравились две девушки. Это Ирина, блондиночка. Так. Потому что у меня никогда не было блондиночки. Интересно вообще, какие они. Ага, давай попробуем. Интересно, какие они. Да. Они тоже люди. И наша стюардесса, естественно. Но меня смущает то, что она будет постоянно улетать. Да. Зато ты можешь от нее отдохнуть иногда, знаешь. Но она же тоже тогда сможет от нее отдохнуть. Она тоже может оторваться. Поэтому я думаю, что... Ты выбираешь... Блондиночку. Блондинку! Блин, стюардесс, я беззял. А теперь мы предлагаем тебе твою Ришку узнать. Перед тобой пять фотографий. Эти девушки тебе сегодня звонили. Итак. Девушки все такие прекрасные. Проще то, что она назвала себя блондинкой. Светлые. И это... Он угадал. Он выбрал свою Ирину. Менеджер по продажам. Тебе нравится? Да. Да. Можно забрать. Забери. Никого больше там не узнал? Ну подними, мы тебя сфотографируем хотя бы с твоей девушкой. Так. Никого больше знакомого нет на фотку? Никого больше не узнала? Нюшечка. Нет. Певица Нюша сегодня действительно разыгрывала тебя. И она звонила, выполняя роль одной из девушек. А кто она была? Я ее не узнала. Это была стюардесса. Стюардесса. Ты не выбрал Нюшу. Ах ты. А зато вот она сейчас придет сюда лично. Нюша, привет. Привет. Вот кто тебя разыграл. Слушай, знакомься, это Жора. Вот теперь ты его видишь лично. Ну что, надо отвечать за твои слова. Вези его на Мальдивы теперь. Так, вот так вот, да, Нин? Я сказала, что возможно. Если бы он меня выбрал. Ну все, поезд ушел. А вот давайте спросим у зала. Сегодня зрители в студии Радио Энерджи. Все-таки вы за кого больше, если бы Жора выбрал стюардессу или за ту блондинку, которую он выбрал? Кто за блондинку? Так, руки. Никто не понял. Никто. А Месси испугались Нюши. А кто за стюардесс? Нет, честно, я тоже выбрал стюардессу. Я даже не знаю, что это от Тима. Действительно. Программа прошла очень хорошо. Мне понравилось. Эфир был забавным. Много шуток. Жалко то, что Нюши не выбрал. Смутило то, что она стюардесса все-таки. Но у меня есть блондинка, она очень сексуальная.